Что делает лодка посреди пустыни? Вы ожидали бы найти морское судно ближе к берегу? Этот вопрос археологи задавали себе десятилетиями. В 1988 году вблизи одного из важнейших мест археологических раскопок в Древнем Египте разразилась буря. Из песка появилась деревянная конструкция. Она была выедена термитами. Ученые были полны решимости разгадать ее тайну. В 2000 году они начали раскопки на участке вблизи Абидоса. Американская команда экспертов вскоре обнаружила лодку длиной 21 метр. И она была не одна. Всего там находилось 14 лодок, аккуратно расположенных рядом друг с другом. Полностью раскопать лодки было невозможно из-за их плохого состояния. К счастью, древесина достаточно хорошо сохранилась, чтобы взять образец. Анализ показал, что лодкам было около 5000 лет. Это самый древний флот в истории человечества на сегодняшний день. Время их строительства на полтысячелетия опережает время возведения пирамид в Гизе. Каждый корабль флота был помещен в хранилище, соответствующее его размерам. Помещение было размером примерно с треть теннисного корта. На стенах из глинобитного кирпича было изображено более 120 рисунков кораблей. Древние египтяне вырезали их на побеленных стенах, которые прекрасно сохранились. Ученые знают об этих таинственных камерах уже более 100 лет. Британский археолог Артур Вейгал наткнулся на странное сооружение к западу от реки Нил. Его команда заглянула внутрь и увидела часть внутренних стен. К сожалению, часть крыши обрушилась, и дальнейшие поиски пришлось прекратить. Исследователи покинули место, но его местоположение осталось на картах. Расположение лодок сначала навело ученых на мысль, что они покоятся на берегу могучего Нила. Но с этой теорией возникла проблема. Сегодня река течет почти в 11 километрах к западу от Абидоса. Дальнейшие исследования окружающей местности показали, что Нил никогда не менял своего русла. Кроме того, если бы лодки плавали рядом с причалом, они оказались бы в неустойчивом положении. В Абидосе же 40 судов стояли совершенно параллельно друг к другу. Был только один возможный вывод. Кто-то намеренно разместил их таким образом. Должно быть, это потребовало немало усилий. В каждой лодке было достаточно места для 30 грибцов. Эти суда действительно могли плавать. Это не были модели. Но ученые все еще не знают, плавали они по водоемам Древнего Египта или нет. Это не умаляет важности находки. Ранее археологи находили только небольшие модели. В одной лишь гробнице Тутанхамона было 35 моделей лодок. Долгое время эти фигурки были единственными подсказками о том, как выглядели древнеегипетские суда. Конструкция лодок подтверждает, что они были подлинными. Это самые ранние сохранившиеся примеры так называемых построенных лодок. Древние люди строили примитивные суда, выдалбливая большие стволы деревьев. В качестве альтернативы использовался тростник, который связывали вместе, чтобы получился плот. Лодки из Абидоса состояли из досок, связанных между собой. Это было значительным прорывом в судостроении. При жизни лодки, должно быть, выглядели впечатляюще. В то время древесина была ценным товаром. В пустыне не было дерева. Кедр приходилось импортировать из Ливана. Единственным человеком, который мог позволить себе такую роскошь, был фараон. Изучение территории вокруг Древнего флота дало больше ответов. Ученые обнаружили глиновидное сооружение, где египтяне поклонялись фараону. Его приблизительная дата постройки совпадает с датой создания деревянных лодок. Те же самые кирпичи, из которых было построено это здание, использовались для облицовки флота. Во время их строительства помещения, в которых они хранили семей или потолок. Именно на эту часть и наткнулись археологи в начале 20 века. Подобно мумиям в гробах, эти чудесные корабли покоились в великолепных хранилищах. Внешний вид этих помещений был также впечатляющим. Изначально внешние стены были покрыты штукатуркой из белого известняка. Она отражала солнечный свет. Под солнцем пустыни строения, в котором находились лодки, должно быть светилось с расстояния в несколько километров. Древнеегипетские строители использовали ту же технику для покрытия пирамид 500 лет спустя. Сегодня их поверхность выглядит неровной. Но так было не всегда. Когда пирамиды были построены, их верхний слой состоял из тонкого белого известняка. Их поверхность была гладкой и блестела в лучах солнца. Вместо ступеней внешний слой пирамид представлял собой скорее гладкий пандус. Археологам остался один последний вопрос. Какому фараону принадлежал этот флот? Ответ находился всего в полутора километрах от места. Здесь находилась гробница фараона пятой династии царя Синусерта Третьего. Время и стиль ее строительства совпадают со временем и стилем строительства камер с лодками. Самый конец его правления может объяснить, как лодки оказались посреди пустыни. Вероятно, фараон скончался на севере Египта. Затем его тело было перевезено вниз по Нилу в Абидес – великолепной процессией украшенных лодок. Корабли позже были опущены в камеры рядом с последним местом упокоения их владельца. Это имело символическое значение. В системе верований древних египтян суда играли ключевую роль. Их верховным божеством был Ра. Днем он путешествовал по небу в форме солнца. Ночью он плыл через загробный мир на солнечной лодке. Фараон отождествлял себя с Ра. Вот почему ему были нужны лодки в загробной жизни. Это был единственный способ возродиться так же, как солнце ежедневно восходит над горизонтом. Это верование существовало тысячи лет. У более известного фараона Хуфу тоже был корабль. Ученые обнаружили его рядом с пирамидой фараона в Гизе. Он примерно на 4 века моложе флота в Абидосе. Но корабль Хуфу был почти в два раза длиннее. Великая пирамида Гизы и гробница царя Тутанхамона являются одними из самых известных археологических находок в Египте. Но под бесконечными песками пустыни Сахара скрывается еще много тайн. Недавно археологи обнаружили там затерянный город. Они назвали его самым важным открытием со времен гробницы царя Тутанхамона. Город Атон существует около 3000 лет. Историки надеются, что он поможет им больше узнать о повседневной жизни древних египтян. Известный археолог и египтолог Захи Хавас объявил это место затерянным золотым городом. Атон находится примерно в 500 километрах к югу от столицы Египта Каира. Он расположен недалеко от знаменитой долины царей. Сначала археологи обнаружили участки стены из глинобитного кирпича, которые расходились во все стороны. Они обнаружили целые комнаты с орудиями повседневной жизни внутри. Исследовательская группа раскопала пекарню, живой квартал и административный район. Все они относятся к тому времени, когда египетская цивилизация была самой богатой за всю свою историю. Египтяне также первыми начали создавать предметы из железа. В 1911 году ученые обнаружили набор железных бус возле деревни в Нижнем Египте. Это старейшие известные железные артефакты. Это открытие буквально внеземного происхождения. Древние люди изготовили их, придавая форму куску метеорита. Девять бусин когда-то были частью изысканного ожерелья. Сейчас они почернели и поржавели, что совершенно нормально для украшения, которому более 5000 лет. Они состоят из железоникелевого сплава. Исследователи были поражены мастерством древних ювелиров, обрабатывавших бусины. Их мастерство впечатляет еще больше, если вспомнить, что они не знали о звездном происхождении материала. Великая пирамида Гизы также имеет замечательную особенность. Международная исследовательская группа изучала электромагнитный отклик сооружения на радиоволны. Они обнаружили, что пирамида обладает способностью концентрировать внутри себя электромагнитную энергию. Это происходит как внутри ее камер, так и под основанием пирамида. В нем содержится подземная, незавершенная камера. Кажется, что электромагнитный отклик связан со свойствами известняка, основного строительного материала Великой Пирамиды. Результаты исследования могут иметь практическое применение. Благодаря этой удивительной находке можно улучшить работу солнечных батарей и нано-датчиков. Итак, короткий вопрос. Какая столица Японии? Если вы сказали Токио, то вы правы. Токио – один из самых современных и красочных городов Японии. Но более тысячи лет это место занимал Киото. Да, я знаю, название похоже. Но если Токио – футуристический центр Японии, то Киото – один из самых традиционных и исторических городов страны. Он известен как культурная столица Японии. Давайте поиграем в игру «Найди разницу». Перед вами две фотографии. Первая из них сделана в Токио, а вторая – в Киото. Можете ли вы сказать, в чем главное различие между ними? Подождите еще секунду. Вот еще две фотографии. Первая из Осакусы – районов Токио, а вторая – из Киото. В чем, на ваш взгляд, главное отличие здесь? Вы, наверное, догадываетесь, к чему я веду. Если нет, я объясню вам. Главное отличие в цветах. Если вам доводилось путешествовать, вы наверняка замечали, что города имеют определенную цветовую гамму. Например, Рим терракотовый. А Париж – оттенки серого и сепии. Глядя на эти снимки, можно заметить, что Токио яркий, электрический и даже выглядит немного хаотично. А Киото монохроматичен и производит впечатление более спокойного и умиротворенного. Удивительно, но причина такого различия между двумя городами связана с законом о ландшафте. Видите ли, в 2007 году в Киото был принят новый закон, запрещающий красочные уличные вывески. Закон также стремился стандартизировать общие конструкции, чтобы сделать город более однородным. Поскольку Киото долгое время был столицей Японии, при его строительстве использовалась традиционная архитектура и принципы фэн-шуй. Именно поэтому многие здания имеют традиционную азиатскую форму. Например, с изогнутой крышей, как в фильме «Мулан». Конечно, этот стиль очень далек от того, что делают сегодня современные архитекторы. Если вы посмотрите на Токио, то увидите скорее стеклянные небоскребы, чем старинные здания. Но все это – часть большого плана, разработанного под названием «Ландшафтные рекомендации Мияко». Главным аргументом муниципалитета для принятия закона было то, что Киото теряет свой уникальный ландшафт из-за модернизации Японии. Если бы Киото взял пример с Токио и начал строить огромные небоскребы, то жители города потеряли бы вид на три горы, которые окружают город. И давайте будем честны, никто не захотел бы, чтобы это произошло. К тому же приятно, что можно поехать в разные города Японии и заметить, что они уникальны. Если бы закон о ландшафте действовал по всей Японии, мы бы не смогли увидеть такие архитектурные чудеса, как башни Токио-Скай-Три и Асахи. Взгляните на район Акихабара в Токио. Он известен как один из самых современных в Японии. Здесь на каждом углу встречаются первоклассные технологии. И да, здесь повсюду вывески. Если сравнить его с Киото после принятия нового закона, то первое, что должно исчезнуть, это вывески на крышах. Мигающие и движущиеся огни тоже теперь запрещены. Эта кофейня Starbucks в Киото также иллюстрирует то, о чем я говорю. Если бы вы прогуливались по пасторальным улицам окрестностей Киото в поисках места, чтобы выпить капучино, вы бы точно пропустили эту кофейню. Думаю, можно согласиться, что традиционный логотип Starbucks был создан для привлечения внимания. Сиреноподобная фигура в короне на зеленом фоне обращает на себя внимание. В других местах Японии логотип все еще выглядит так. Но в Киото бренд создал этот красивый деревянный логотип, а также маленькую табличку, на которой написано, что в этом здании есть латте. Да, действительно. Таких примеров множество. В Киото у ресторана 7-11 нет традиционных красных, оранжевых и зеленых полос. Его логотип был изменен на черно-белый. Вы можете считать, что это скучно, но я думаю, что мы можем сойтись на том, что у каждого свое мнение. Он выглядит идеально, если посмотреть на его окружение. О, а что насчет McDonald's? Самый известный в мире сети бургеров. Они оставили желтый логотип, но убрали красный фон. Что касается возможной цветовой палитры, то закон использует систему цветов Mansell для определения допустимых уровней цветности. Обычно принимаются выцветшие версии насыщенных цветов, таких как красный, черный, зеленый и так далее. А теперь представьте, если бы они приняли палитру Уэса Андерсона. Киото выглядел бы как игрушечный город. Поначалу торговцы и владельцы магазинов были обеспокоены новым законом. Они не понимали, почему должны менять свой брендинг ради какой-то эстетики, которую пытается сохранить город. Но со временем они не только смирились с новым законом, но и смогли увидеть его преимущество для успеха своего бренда. Это помогло превратить Киото в еще большую туристическую достопримечательность. Туристам кажется, что они путешествуют во времени. Некоторые туристы даже любят наряжаться в традиционные кимоно. Муниципалитет также ввел систему поощрений, чтобы выделить магазины и бренды, которые хорошо выполнили свою работу. Что ж, Старбакс получил свою награду еще в 2018 году. Как и Сагава, крупная транспортная компания в 2012 году. Не только магазины должны были приспособиться к новым правилам. Не обошли стороной и торговые автоматы, и почтовые отделения. Опять же, идея заключается в том, чтобы сделать город более визуально единообразным. И это, безусловно, работает. Что происходит, если вы не соблюдаете правила? Что ж, люди, которые решают не соблюдать закон о ландшафте, могут провести до одного года в тюрьме или заплатить огромный штраф. Мы также можем сравнить различия внутри самого Киото. В центре города закон о ландшафте менее строгий, поэтому вы увидите более высокие здания и даже более крупные и красочные вывески. Но когда вы покидаете центр и двигаетесь в сторону небольших городов сельской местности, закон становится гораздо более строгим. Особенно строг он вокруг объектов наследия ЮНЕСКО. Если вы не в курсе, в Киото их 17. Да, много. Но именно это и делает Киото таким уникальным. Теперь добро пожаловать в район Пантохо. Этот район хороший пример того, как с годами ландшафтный закон меняет настроение города. Пантохо – это симпатичный переулок в Киото, который простирается на несколько кварталов. Если вы посмотрите на снимок Google Street 2009 года и снимок 2023 года, то увидите явные различия. Прежде всего, исчез огромный знак при входе в переулок. Как и провода с верхних этажей магазинов. Тротуар был переделан, а большие вывески исчезли. Стало намного чище. Ночью переулок превращается в идеальное место для атмосферных посиделок, поскольку законодательство решило установить особые правила освещения. Вот как это выглядит в ночное время. Не желаете отведать суши? Я не могу отделаться от мысли, что этот закон ландшафта во многом способствовал развитию минималистской архитектуры Японии. Хотя такие изображения, как эти в Токио, далеки от нашего представления об этой минималистской эстетике. Киото полностью ей соответствует. Как насчет того, чтобы заглянуть внутрь одного из заведений? Старбакс, о котором мы упоминали ранее, также адаптировал под закон свой интерьер. Это первый в истории Старбакс, где вы можете пить чай на полу, сидеть, скрестив ноги, как это делают многие японцы, и наслаждаться вкусным горячим напитком. Должен сказать, мне очень понравился новый Киото. А вам? Почему в Австралии мало людей? Почему огромные части океанов фактически не исследованы? Действительно ли наша Земля идеальная сфера? И правда ли, что она когда-то была фиолетовой, а не зеленой? Приготовьтесь узнать кое-что новое о нашей планете. Австралия действительно огромна. Для наглядности она размером почти со всю Европу. В Австралии проживает около 26 миллионов человек, и она входит в число стран с наименьшей плотностью населения – 3,4 человека на квадратный километр. Она занимает лишь 55-е место по численности населения в мире при шестом месте по площади. Почему же большая ее часть пустует? Возможно, дело в опасных животных, прячущихся за каждым камнем. На мой взгляд, звучит убедительно, но есть и другие причины. Из-за засушливости Австралии 85% населения живет в пределах 50 километров от побережья, и 80% из них живут на восточной стороне, где чаще выпадают осадки. Но несмотря на общий дефицит дождей, только 20% территории Австралии представляют собой непригодную для жизни пустыню, и только 40% считаются непригодными для проживания по человеческим стандартам. Потребление воды в Австралии выше, чем среднее количество осадков за год. Но есть еще древний источник воды, скрытый под землей. Это один из крупнейших подземных источников пресной воды в мире – Большой Артезианский бассейн. Его площадь составляет 1 миллион 700 тысяч квадратных километров, или одну пятую территорию Австралии. В нем содержится достаточно воды, чтобы покрыть землю слоем глубиной полметра, или, что более полезно, он сможет обеспечить австралийцев водой в течение следующих полутора тысяч лет. Только 6,5% территории Австралии покрыты почвой, пригодной для земледелия. Может показаться, что это очень мало. Наверное, вы забыли, что Австралия – большая страна, и ее плодородная часть по размеру равна Франции. Такой площади, пригодной для сельского хозяйства, Австралии более чем достаточно, чтобы прокормить свое население, и еще 70% сельхозпродукции экспортируется за рубеж. Итак, почему же при наличии земли, воды и пищи там так мало людей? Причина в очень медленном процессе миграции. Сначала в Австралии жили только выходцы из Соединенного Королевства. Затем они открыли границы для других европейцев, и это ограничение действовало до 1973 года. Казалось бы, почти 200 лет – достаточный срок для массовой миграции, но ей помешало расположение Австралии. Путь был долгим и рискованным, поэтому европейцы предпочитали более надежные, дешевые и быстрые варианты миграции в Канаду или США. Люди догадались, что Земля круглая уже 2000 лет назад, но знаете ли вы, что нашу планету нельзя назвать идеальной сферой? В процессе вращения размеры Земли постоянно меняются, правда, очень медленно. Северные и южные полюса довольно плоские. Земля похожа на сплющенный мяч. Представьте себе гигантскую руку, пальцы которой давят на оба полюса. Из-за этого давления планета немного выпирает на экваторе. Гравитационное поле Земли неравномерно с множеством аномалий, что создает неровную бугристую поверхность. В некоторых местах на Земле гравитация сильнее, чем в других. Если вы встанете на весы на экваторе, цифра будет на полпроцента меньше, чем на полюсах. Не так уж и много и явно не повод ехать на экватор, даже если вы мечтаете похудеть. Если вы решите измерить расстояние от центра Земли до самой отдаленной точки, вас будет ждать сюрприз. Измерения приведут вас не на Эверест. Из-за неидеальной формы Земли самой высокой точкой является вершина эквадорской горы Чимборасо, если считать от центра, а не от поверхности моря. Нам еще предстоит изучить около 80% океана. Звучит безумно, если учесть, как много всего мы успели исследовать в Солнечной системе. Да, океан все еще полон сюрпризов. Он покрывает более 70% поверхности Земли, и в нем обитает 94% земной фауны. Некоторые живущие в нем организмы производят до 80% мирового кислорода. В основном это планктон, водоросли и бактерии. Одно из наиболее известных и уже исследованных мест – Марианская впадина. Это самый глубокий желоб на Земле. Он в пять раз длиннее Гранд-Каньона и способен при глубине 11 километров полностью вместить Эверест. Впадина скрывает очень древнее океаническое дно. Ему около 180 миллионов лет. Давление на дне превышает 1000 бар. И хотя это в тысячу раз больше, чем у поверхности, здесь существует жизнь. По всему океану в мутных глубинах лежит около 3 миллионов затонувших кораблей. Бесчисленные артефакты лежат нетронутыми. Их может быть больше, чем во всех музеях мира. Средино-океанический хребет является самым длинным в мире и достигает 65 тысяч километров. Это почти в 10 раз больше, чем протяженность Ант – самого длинного горного хребта на суше. За синий цвет океана отвечает Солнце, а не отражение неба. И море, и небо голубые по одной и той же причине. Поверхность воды получает белый свет от Солнца, и она сильнее поглощает оранжевый, красный и желтый свет. Она не так сильно поглощает синий свет, поэтому он возвращается к нам, и мы его видим. Конечно, оттенок зависит от того, насколько чиста вода. Если в ней много грязи или водорослей, они рассеивают свет и подавляют естественную голубизну. Есть множество факторов, которые определяют, какие цвета мы видим на нашей планете. Вы можете поверить, что раньше Земля не была зеленой. Вместо этого она была фиолетовой. Хлорофилл в атмосфере поглощает в основном синие и красные волны в составе солнечных лучей и отражает зеленые, в результате чего мы видим нашу планету такой, какой мы привыкли ее видеть. Давным-давно вместо хлорофила на Земле господствовали древние микробы, называемые ретиналь. Они поглощали зеленый свет и отражали красный и фиолетовый. Они имели более простую структуру и неплохо чувствовали себя даже при дефиците кислорода. Они обеспечивали нашей планете фиолетовый цвет вместо зеленого. Но хлорофилл более эффективен и по мере развития Земли он в конце концов взял верх. Получается, миллиарды лет назад далекие наблюдатели могли видеть нашу планету как маленькую фиолетовую точку. Интересно, а мы могли бы быть фиолетовыми? Вряд ли. Самое большое дерево на Земле – гигантская секвойя, названная Генерал Шерман. Высота этого гиганта превышает 85 метров, это почти как дом в 26 этажей. Считается, что дереву 2700 лет, а его окружность составляет 25 метров. Его вес оценивают в 1800 тонн. Впечатляет, но это не самое тяжелое живое существо на Земле. В штате Юта есть большая роща деревьев под названием Пандо. Массивная корневая система соединяет вместе до 47 тысяч стволов. Вес колонии достигает 6000 тонн, а возраст – 80 тысяч лет. Это самое древнее живое существо, известное человеку. А как насчет самой большой площади, занятой одним существом? У западных берегов Австралии морская водоросль выросла до немыслимых размеров. Ленточная водоросль Посейдония существует уже 4500 лет. Она распространяет побеги клоны, которые связаны между собой и имеют общую ДНК. Площадь этой колонии составляет 200 квадратных километров. Это как 28 тысяч футбольных полей или штат Небраска. И водоросль не собирается останавливаться на достигнутом, вырастая на полметра каждый год. Трудно даже представить себе масштабы этого существа. А теперь представьте, что оно фиолетовое. Ну что, путешественники, вы готовы потратить 80 дней на кругосветное путешествие? Или не можете выделить столько времени на отдых? Тогда как насчет 8 минут? Это будет необычный тур. Вы услышите странные и даже невероятные вещи о разных странах. И когда вы посетите их по-настоящему, то сможете похвастаться своими познаниями перед друзьями и даже притвориться местными жителями. Давайте начнем наше эпическое путешествие с Италии. Итальянские полицейские знают, как быть стильными даже на дежурстве. Не так давно парк полицейских автомобилей в Италии пополнился Ламборгини. Наверняка это помогает быстрее ловить преступников. А может, нарушители закона, за которыми они охотятся, настолько впечатлены гламурным видом автомобиля, что останавливаются сделать селфи. Тут-то полицейские их охватают. Раз уж мы в Европе, можем заглянуть в Германию. На некоторых участках немецких автострад, называемых автобанами, ограничение скорости имеет форму предложения, и водители сами решают, следовать ему или нет. Это означает, что они могут ехать так быстро, как хотят, или так быстро, как позволяет их машина. Возможно, вы слышали, что в Словакии много замков. Но наверняка вы не знали об одной странной праздничной традиции. В ванной обычно держат живого карпа, прежде чем приготовить его к рождественскому ужину. Поскольку карпы кормятся на дне, люди держат их в чистой воде несколько дней, чтобы пищеварительный тракт рыб очистился. На это время приходится забыть о домашних СПА-процедурах. После того, как ужин подан, в кошелек прячут рыбью чешуйку, чтобы привлечь деньги в новом году. В Чехии и Польше есть похожие традиции. Давайте отправимся в Финляндию. Там нас ждет не один, а целых два интересных факта. С 1999 по 2010 год в Финляндии проводился Всемирный чемпионат по спортивной сауне, в котором побеждал тот, кто дольше всех просидит в сауне. Эти соревнования были настолько известны, что люди со всего мира приезжали в Финляндию, чтобы посоревноваться в экстремальном занятии. Кстати, именно финны изобрели сауны более двух тысяч лет назад. Они же превратили гигиеническую процедуру в спорт. Второй стороны факта Финляндии, который я вам расскажу, тоже связан с соревнованием. В Финляндии проходит чемпионат по ношению жен, в котором мужчины участвуют в беге на определенную дистанцию, неся на руках своих спутниц жизни. У него даже есть категория в Книге рекордов Гиннесса. Цель участников забега – пронести своих партнерш по специальной трассе с препятствием за самое короткое время. Первоначальная трасса состояла из неровных скалистых участков с заборами и ручьями, но с тех пор ее изменили в соответствии с современными условиями. Международный комитет по правилам чемпионата по ношению жен – это реальная организация, установил правило, согласно которым трасса должна иметь два сухих препятствия и водное препятствие глубиной около метра. Чемпионаты мира по переноске жен проходят в Финляндии ежегодно с 1992 года, и победитель получает приз вес партнерши в напитках, а не в золоте. Соседняя Швеция не отстает в том, что касается странных фактов. Если вы не любите суши, то этот факт вам точно не понравится. В Швеции едят не только сырую, но и тухлую рыбу. Это настоящее блюдо под названием сюрстреминг. Ладно, она не совсем сырая и тухлая. Она слабосоленая и ферментированная. Однако запах у нее специфический. Этот деликатес из сельди популярен в шведской кухне с 16 века. Процесс ферментации рыбы занимает не меньше 6 месяцев и придают блюду кисловатый вкус и характерный сильный запах. Настолько сильный, что оно известно как одно из самых пахучих блюд в мире. Предлагаю заглянуть на родину Гарри Поттера, прежде чем мы покинем Европу. Я не буду говорить, что в Великобритании летают в школу на метлах или что-то в этом роде. Хотя, наверное, всем нам хотелось бы, чтобы это было возможно. Но, думаю, реальный факт вас тоже впечатлит. В Великобритании проходят соревнования по скатыванию гигантского сырного колеса. Ага, вы не ослышались. Мероприятие под названием «Куперсхиллская сырная гонка» проходит каждый год недалеко от английского глостера. Головку сыра «Глостер» отправляют катиться вниз по холму высотой 180 метров, а участники мчатся за ним. Традиционно конкурс проводили для жителей местной деревни Брокборд. Но теперь в нем принимают участие люди со всего мира. Можете поучаствовать в следующем году и выиграть ароматный приз. Это рыба? Нет, конечно же, это сыр. Теперь переместимся на восток и посетим Турцию. Если вы относите себя к гурманам, то следующий факт наверняка вас заинтересует. В Турции есть десерт, в состав которого входит куриное мясо. Это традиционный десерт, представляющий собой турецкую версию молочного пудинга с измельченной куриной грудкой. Раньше это был деликатес, который подавали османским султанам во дворце Тапкапы. Но сейчас его можно найти почти в каждом ресторане. И это очень популярное угощение. Пора отправиться в Азию. Наш первый пункт назначения – Япония. Если вам когда-нибудь придется водить машину в Японию, вам стоит кое-что запомнить заранее. Светофоры там имеют синий сигнал вместо стандартного зеленого. Это связано не с цветовыми предпочтениями японцев, а с тем, что в японском языке зеленый и синий цвет обозначали одним и тем же словом. И по сей идее некоторые зеленые вещи называют синими. Международная конвенция цветок-светофоров предписывает использовать красный, желтый и зеленый цвета. Но Япония ее не подписала и использовала для обозначения зеленого сигнала слово «синий». В 1973 году японские чиновники заявили, что светофоры должны быть самого синего оттенка зеленого, чтобы прекратить путаницу. Перенесемся в Сингапур. Когда будете гулять по улицам Сингапура, не удивляйтесь, увидев бамбуковые шесты, торчащие из окон квартир. Бамбук – широко распространенный там материал, и соотношение массы и прочности у него лучше, чем у стали. Именно поэтому люди используют бамбук для сушки белья и говорят, что это помогает одежде быстрее сохнуть. И еще кое-что. Вы знаете, что в Сингапуре продажа жевательной резинки запрещена с 1992 года? Не поймите меня неправильно. Жевательная резинка не запрещена. Запрещен только ее импорт и продажа. Вот почему вы редко встретите на улице жевательную резинку. Однако есть исключения. Разрешено продавать лечебные и стоматологические резинки, которые можно купить только у врача или фармацевта. Когда вы думаете о веселых развлечениях, ничто не сравнится дружеской водной битвой, верно? Так вот, каждый апрель во время Санкрана, тайского Нового года в Таиланде, проводится водный фестиваль. Главные улицы перекрывают для транспорта и используют как арены для водных битв. Люди всех возрастов участвуют в этой традиции и считают ее частью ритуального очищения в период празднования. Новая Зеландия. Настоящее Средиземье. Наш следующий пункт назначения. Что скажете? Это не то, что получается, когда шимпанзе садится за клавиатурой. Это настоящее слово, которое я даже не буду пытаться произнести, и это название реального места в Новой Зеландии. В нем 83 символа, и это самое длинное географическое название в мире. Это слово произошло из языка Маори, и обычно его сокращают до Таумата, чтобы облегчить жизнь всем, особенно приезжим. А если вам интересно, что означает полная версия, то ее перевод звучит так. В вершина холма, где Томатея, мужчина с большими коленями, который скатывался, забирался и проглатывал горы, известный как поедатель земли, играл на своей флейте для своей возлюбленной. Понятно. Холм назвали в честь человека, который играл на флейте. Надеюсь, он делал это хорошо. Пирамиды Пирамиды построены для фараона Джосера, правителей с третьей династии Египта. Оно возвышается над землей на шесть ярусов на высоту около 60 метров. Сегодня мы думаем о ней как о феноменальном архитектурном проекте, но для древних египтян ступенчатая пирамида Джосера оказалась скорее масштабным экспериментом, попыткой отточить свое мастерство, прежде чем переходить к еще более амбициозным пирамидам. Достижение новых высот Это очень увлекательно. Но настоящая загадка заключается в том, что происходит под землей. В подземном лабиринте этой пирамиды есть сеть туннелей длиной около 5,5 километров. Некоторые исследователи считают, что эти туннели могли быть частью сложной системы водоснабжения, которая может полностью изменить наше представление о строительстве пирамид. Поговорим об этом масштабном комплексе, расположенном в Саккаре. Вокруг пирамида находится так называемый сухой ров, непрерывная траншея шириной до 50 метров и длиной почти 3 километра. Она образует вокруг пирамиды как бы прямоугольную форму. Средняя глубина этой траншеи составляет около 20 метров. Если сложить всю землю и камень, которые они выкопали для создания этого рва, то он окажется примерно в 10 раз больше объема самой ступенчатой пирамиды. Долгое время люди предполагали, что этот ров был ничем иным, как огромным карьером, местом, где добывали камень и глину для строительства ступенчатой пирамиды. Логично, верно? Но при ближайшем рассмотрении все оказывается не так. Траншея слишком узкая и глубокая, чтобы в ней можно было вести горные работы, а ее расположение не соответствует ни одному из известных нам способов добычи камня в Древнем Египте. Кроме того, некоторые участки траншеи покрыты скальным потолком, что сделало бы ее практически невозможной для использования в качестве каменоломни. Еще одна теория предполагает, что сухой ров имел какое-то духовное значение. Возможно, это было священное место, где собирались души аристократов, чтобы служить покойному королю в загробном мире. В стенах даже есть ниши, которые намекают на эту духовную функцию. Но большинство исследователей считают, что это назначение, скорее всего, появилось гораздо позже, уже после того, как комплекс был построен для Джоссера. Так для чего же на самом деле был построен ров? В 2020 году один исследователь выдвинул довольно интригующую идею. Возможно, этот ров был создан для сбора и отвода воды, особенно после сильных дождей. Это вполне логично, если принять во внимание местоположение. Ров находится в районе, который легко мог быть затоплен с точными водами с близлежащих равнин. Это также может объяснить, почему ров не использовался для новых захоронений до тех пор, пока климат не стал более сухим и менее склонным к наводнениям. История становится еще более захватывающей, так как этот ров кажется частью более крупной и сложной гидравлической системы в комплексе Джоссера. В траншеи есть несколько отсеков, тщательно вырубленных в скале и соединенных туннелями. Вероятно, эти отсеки служили частью системы очистки воды, где вода перетекала из одного отсека в другой, становясь чище по мере продвижения. Здесь все начинает связываться с самой пирамидой. В комплексе Джоссера есть ряд подземных шахт, и некоторые исследователи полагают, что вода из глубокого рва могла использоваться для приведения в действие гидравлической лифтовой системы. И этот гигантский лифт, работающий на воде, мог использоваться для подъема тяжелых камней, необходимых для строительства пирамиды. Он работал как вулкан, но вместо лавы тяжелые камни поднимала вода. Представьте себе большую глубокую яму в земле в центре площадки для пирамид. Внутри этой ямы находилась огромная деревянная платформа, похожая на гигантский плод, которая могла двигаться вверх и вниз. Когда рабочим нужно было поднять тяжелый камень, они наполняли яму водой. Когда уровень воды поднимался, деревянная платформа плыла вверх, увлекая за собой камень. Почти как гигантский лифт, работающий на воде. Когда камень достигал нужной высоты, рабочие сдвигали его с платформы на пирамиду. Идея заключается в том, что вода из глубокой траншеи после очистки и фильтрации будет поступать в эти шахты. Огромный поплавок, возможно, сделанный из дерева, будет подниматься по мере наполнения шахты водой, поднимая камни туда, где они нужны для строительства. Как только камень устанавливали на место, воду спускали и платформа опускалась обратно на дно, готовая поднять следующий камень. Эта причудливая гидравлическая система подъема могла бы стать настоящим прорывом, значительно ускорив и упростив весь процесс строительства без использования большого количества рабочей силы. Похоже, древние египтяне уже тогда придерживались идеи «работой умнее, анюсернее». Но, конечно же, не все согласны с этой теорией. Некоторые эксперты утверждают, что территория, на которой была построена ступенчатая пирамида Джосера, не могла удерживать достаточное количество воды от случайных дождей для поддержания столь сложной гидравлической системы. Основная теория предполагает, что в прошлом поблизости могло быть некое озеро, которое наполнялось после периода дождей. И это озеро могло бы снабжать водой гидравлическую систему комплекса. Но в древнеегипетских письменах нет упоминания о таком озере. Так что это скорее ситуация «что если», чем реальность. И тут возникает вопрос о самой тяжелой работе. Помните, я говорил, что этот метод мог позволить древним строителям поднимать камни с гораздо меньшими усилиями? Возможно, это не совсем так. По мнению некоторых экспертов, для создания этого гидравлического устройства потребовалось бы гораздо больше тяжелой работы, чем для простого перемещения каменных блоков с помощью старой доброй рабочей силы. И не стоит забывать, что ступенчатая пирамида Джосера – ребенок по сравнению с теми, что появились позже. Камни, использованные для пирамиды Джосера, весили в среднем около 300 килограммов каждый, что не идет ни в какое сравнение с блоками весом 2 тонны, использованными позже для пирамиды Хефрена. Если полностью исключить эту теорию водяного лифта, то все равно нужно объяснить, как вообще была построена эта пирамида. Чтобы ответить на этот вопрос, нам нужно немного вернуться назад и поговорить об изначальных планах. Прежде чем гробница Джосера превратилась в пирамиду, предполагалось построить простую мастобу. Этот тип гробниц был довольно распространен в более ранние периоды. Прямоугольное сооружение с плоской крышей и наклонными сторонами. Но после того, как первоначальная мастоба была закончена, было решено немного ее расширить, добавив сверху еще несколько слоев, а затем добавить еще больше слоев, пока конструкция не достигла шести характерных ступеней, каждая из которых была меньше предыдущей. И, скорее всего, эти тяжелые камни поднимались с помощью пандусов, а не с помощью лифта, работающего на воде. Мы еще многого не знаем о ступенчатой пирамиде Джосера. Чтобы полностью понять, как работала эта система и существовала ли она вообще, безусловно, необходимы дополнительные исследования. Но идея использования воды для строительства пирамиды добавляет совершенно новый слой в наше понимание древнеегипетской инженерии. Это мощное напоминание о том, насколько умными и изобретательными были строители, использовавшие природный ландшафт и силу воды для создания одного из самых знаковых памятников в истории. В каком-то смысле, Соединенные Штаты — это целый мир, абсолютно отличающийся от любого другого места. Итак, давайте посмотрим, что является нормой там, но сбивает с толку людей извне. Одна из первых вещей, которую замечает иностранец при въезде в страну, — это флаги. Американские флаги везде. На школах и домах, на одежде, будь то шорты или футболки. На протяжении истории американцы изменили 27 флагов. Нынешний флаг в США появился только в 1960 году и на данный момент является самым долговечным флагом страны. Однако его создали не в правительстве. В 1958 году был объявлен конкурс на дизайн нового американского флага. И флаг-победитель был сделан 17-летним учеником старшей школы из Огайо. Почему американцы так любят свой флаг? Причина в национальной гордости. Но почему не так много стран делают то же самое? Ну, некоторые страны избегают их демонстрации по историческим причинам. Другие страны поднимают флаг только по особым случаям, чтобы подчеркнуть важность события. Тем не менее, некоторые страны также часто выставляют свой флаг, как и американцы. В Дании люди очень гордятся своим флагом. Они украшают им елки и торты на день рождения. И вы всегда можете найти стикеры с датскими флагами, красно-белые свечи и другие товары с флагом в продуктовом магазине. Жители Швеции также очень гордятся своим флагом и имеют флагштоки везде. Теперь давайте заглянем в ресторан. Многие вещи там очень специфичны. Например, тонны льда в каждом напитке. Оказывается, у этого предпочтения есть историческое обоснование. В Америке всегда было много льда как ресурса, поскольку на озерах и реках Новой Англии зимой его довольно много. Много веков назад, до появления холодильников и других охлаждающих машин, такой ресурс был очень ценен. И США начали экспортировать лед в другие части мира. А также, конечно, потребляли его сами. Они начали добавлять лед в свои горячие напитки, в отличие от британцев, которые всегда пили их горячими. Лед в напитках стал фишкой Америки. Он также считался напитком богатого человека. Да, лед мог указывать на статус. Конечно, с появлением холодильников лед стал доступен всем, и обычно американцы тоже начали добавлять лед в свои напитки. Привычка сохранилась. Еще холодные напитки очень освежают, что особенно важно на жарком юге страны. Но если вы приезжаете из-за границы и не хотите, чтобы ваш напиток был ледяным, всегда уточняйте этот момент у официанта. Следующим поразительным фактом являются огромные порции блюд, и для этого тоже есть причина. Раньше такого не было. Но во второй половине прошлого века из-за пестицидов и удобрений фермеры начали выращивать больше еды, чем раньше. Правительство это заметило и стало оказывать им материальную поддержку, чтобы они выращивали еще больше еды. Таким образом, количество доступной еды увеличилось. Со временем компании стали увеличивать размеры своих порций. Зачем подавать меньше еды и получать меньше денег, если можно подать немного больше и больше зарабатывать? Это хорошо для бизнеса и всем выгодно. Клиенты получают больше еды за немного большие деньги. Так большие порции прижились. Хорошо, теперь нам нужен небольшой перерыв на туалет. И удивительно, но многие иностранцы считают американские туалеты странными. Во-первых, что за огромные щели в кабинках? Давайте начнем с более очевидной части щелей в нижней части дверей. Они встречаются даже за пределами США и служат нескольким целям. Во-первых, вы можете видеть, есть ли внутри человек, не пытаясь дергать за ручку двери занятой кабинки. Во-вторых, это обеспечивает вентиляцию и упрощает уборку пола. Промежутки по бокам вызывают больше вопросов. Конечно, люди снаружи не могут видеть все, что происходит за дверью. Но все равно тут совсем нет уединения. В большинстве других стран эти промежутки либо незначительные, либо их вообще нет. Так что в чем дело в Америке? У меня есть несколько объяснений. По некоторым данным, поскольку каждый сантиметр материала дорог, широкие промежутки делают для сокращения затрат. Другие источники считают, что когда люди чувствуют себя такими обнаженными, у них меньше стимула делать что-то незаконное. Следующие наблюдения в американских унитазах гораздо больше воды по сравнению, например, с европейскими. Причина в том, что в них используются разные системы смыва, и американская для эффективности требует больше воды. Во многих странах, особенно в Азии, большинство ванных комнат имеют биде, которое используется для подмывания после туалета. И туристы не понимают, почему американцы не устанавливают это устройство у себя. В конце концов, если вы наступите в грязь, вы пойдете и помоете ногу, вместо того, чтобы просто вытереть ее салфеткой. Та же логика работает здесь. Более того, этот способ сокращает использование туалетной бумаги, что делает его более экологическим. Некоторые утверждают, что в Америке насчет биде существуют серьезные предубеждения, которые очень трудно преодолеть. Другие говорят, что в туалетах в США просто не хватает места для установки биде, поэтому используются другие известные способы. Прежде чем мы уйдем из ресторана, нам нужно оставить чаевые официанту. Давать чаевые в Соединенных Штатах – намного более распространенное явление, чем в большинстве других стран. От вас ожидают, что вы оставите чаевые любому работнику сферы обслуживания, который вам помог. Хоть некоторая традиция оставления чаевых существует и в других странах, они распространены меньше. А есть такие страны, как Япония и Дания, где чаевые вообще не приняты. В этих странах действует закон о минимальной зарплате, так что работодатели обеспечивают своих работников достойной оплатой труда. Таким образом, обязанность платить деньги обслуживающему персоналу у клиентов отсутствует. Кстати, вот еще один факт о ценах. Возможно, самой безумной вещью, к которой туристам в США приходится привыкать, являются цены в магазинах. Налог не включен в отображаемую цену и добавляется сверху при расчете. Итак, люди, которые ограничены в деньгах, не могут предварительно рассчитать цену, которую они должны будут заплатить, чтобы убедиться, что у них достаточно денег. Но почему так происходит? Основная причина такой странной политики – это прозрачность. Таким образом, налогоплательщики знают, сколько налогов они платят и могут противостоять повышению налоговых ставок, если это встанет на национальные повестки дня. Также это позволяет покупателям сравнивать стоимость товаров в разных штатах, поскольку налоговые ставки могут отличаться. То есть, если налог не включен в стоимость, вы сравниваете реальную стоимость хлеба, например, в Алабаме и Аляске. В некоторых районах Америки довольно сложно перемещаться без автомобиля. Иногда там нет тротуара, ведущего к ближайшему магазину или пешеходного перехода, позволяющего перейти дорогу прямо перед магазином. Главная причина этого, вероятно, в том, что Соединенные Штаты – большая страна с огромными территориями, и все расположено далеко друг от друга. Жилые районы могут быть разбросаны по широким пригородным территориям достаточно далеко друг от друга. Так что это совсем не пешая дистанция, и тротуары не нужны, потому что, да, никто не ходит пешком. Исследования показывают, что испанцы или немцы ходят пешком, по крайней мере, в два раза больше, чем американцы. Но в этих странах все гораздо ближе. И последнее, но не менее важное. Как вы уже догадались, это имперская система. Она основана на человеческом теле. Фуд – это средний размер ступни человека, поэтому вы можете подумать, что она довольно интуитивна для каждого. Но нет, иностранцы невероятно запутываются с футами, дюймами, галлонами и градусами Фаренгейта, и стремятся перевести все это в привычную метрическую систему. Что касается британцев, то они в этом смысле еще больше сбивают с толку. Эти ребята используют и имперскую, и метрическую системы. Для измерения роста в основном используют футы и дюймы, а вес измеряют в килограммах. Великобритания раньше использовала имперскую систему, но позже перешла на метрическую. Так что теперь они используют комбинацию, что никак не помогло сделать измерения точнее. Надеюсь, вы проголодались. Всего за доллар на Тайване можно купить тарелку вкусного устричного супа с лапшой. В стране действуют всемирно известные ночные рынки, где можно найти массу разнообразной уличной еды на любой кошелек. В путешествии лучше не брать слишком много одежды, чтобы не перегружать багаж. К тому же больше половины нарядов вы вряд ли наденете. Не берите с собой много вещей и найдите хорошую прачечную. В Малайзии за доллар можно постирать примерно полкило одежды. Ах да, чуть не забыл. За ту же цену можно заказать хороший завтрак. Как вы думаете, можно ли купить 10 яиц за 1 доллар? В Малайзии – да. Кстати, почему они всегда продаются десятками? А что можно купить за 1 доллар во Вьетнаме? 2 чашки хорошего кофе, 5 газет, годовую страховку для мотоцикла, салонный уход за волосами или 4 вкусные булочки. Вот это разговор! Если вы находитесь в Индонезии и у вас ограничен бюджет, вы всегда можете пообедать куриной кашей, фрикадельками и куриной лапшой. А если захотите вернуться в отель, недолгая поездка на мото-такси обойдется вам примерно в доллар. В столице Таиланда, Бангкоке, ходят длиннохвостые лодки, которые доставят вас с одного берега широкой реки на другой. За 1 доллар на таком транспорте можно прокатиться целых 6 раз. Туда-сюда, туда-сюда. После полета отекли ноги? Подарите себе 30-минутный массаж ног на Филиппинах, за который вы заплатите всего доллар. Привет, Шри-Ланка! Здесь вы можете купить 5-часовую поездку на автобусе или поезде через весь остров примерно за доллар. Если вам не хочется так долго путешествовать, поищите какое-нибудь местное заведение и попробуйте традиционные кокосовые блинчики по той же цене. А в Армении вы можете выбрать между огромной пачкой муки, большим мешком картофеля или тремя буханками хлеба. Даже не зная, что вы будете делать со всем этим добром. А как дела в Турции? В кармане осталось всего пара монет. Вас ждет большая чашка турецкого чая. Это самый популярный горячий напиток в стране. Или, если хотите съесть что-нибудь вкусное, можете полакомиться сладкой пахлавой. За один доллар вам, может, и не достанется самый большой кусок, но она все равно стоит того, чтобы попробовать. Хот-дог за доллар? Это не рекламная уловка, а реальная цена фастфуда на улицах Македонии. Между тем, в Хорватии за доллар можно приобрести билет на общественный транспорт, местную газету или шарик вкуснейшего мороженого. Ах да, и чашечку капучино в кофейне. Кстати, о хорошем кофе. О да, Италия. Хочется взбодриться крепким эспрессо после вечеринки? Без проблем. Придется найти не самое туристическое место, чтобы купить его за доллар. Но это не так уж и сложно. Если будете в Риме и решите посетить достопримечательности, вам наверняка захочется сделать пару снимков в Колизее. Вообще, это бесплатно, но там работают местные актеры, одетые в форму гладиаторов, и им принято давать на чай не меньше доллара. Не хотите? Тогда купите за эти деньги две бутылки воды. Но погодите-ка, мы еще не закончили с Италией. Почему бы не раскошелиться и не потратить еще один доллар на покупку дома? Да, вы не ослышались. Ладно, если точнее, дома стоят один евро. Около доллара и двадцати центов. Но вы можете поторговаться. Конечно, не вся недвижимость в Италии такая доступная. С этим феноменом связана целая история. Италия пытается привлечь в крошечные городки новых жителей и тем самым увеличить население. Раньше люди покидали эти районы и в поисках работы отправлялись в крупные города. Власти хотят снова вдохнуть жизнь в уютные улочки маленьких поселков. А теперь отправляемся в Великобританию. Здесь есть чем поживиться за доллар, но вопрос, нужно ли вам это? Как насчет маринованного яйца за один доллар? Да, яйцо сначала варят, а потом маринуют в уксусе. Это классическое блюдо, которое обычно подают как гарнир к рыбе. Когда будете в Лондоне, знаете, что большинство музеев можно посетить за один доллар. Ладно, ладно, музеи там в основном бесплатные, так что остаются маринованные яйца. Да? Нельзя побывать во Франции и не попробовать настоящий багет. А тот факт, что он может стоить доллар, делает его еще вкуснее. С французского языка багет переводится как «брусок». И это один из самых знаменитых французских продуктов. В 1920 году был принят закон, который запрещал пекарям начинать работу до 4 часов утра и заканчивать после 10 вечера. Им пришлось учиться выпекать хлеб очень быстро, и именно тогда появился багет. Исландия. Страна не только красивая, но и одна из самых дорогих в мире. В Исландии не так уж много вещей, которые можно купить за один доллар. Но они есть, например, молоко. Не хотите пачку чипсов? В Ирландии эта закуска стоит около доллара. Я бы не отказался от чипсов со вкусом бекона. В Люксембурге за эту сумму можно купить полуторалитровую бутылку воды. Да, не такая уж интересная покупка, но сама страна удивительная. Например, Люксембург – единственное в мире великое герцогство. Что бы это ни значило. В Бельгии не так уж много того, что можно купить за доллар. Как вам, например, жевательная резинка? В Финляндии за доллар можно посетить общественный туалет. Но если вы вежливо попросите, в кофейне вас могут пустить в уборную и бесплатно. В Польше есть традиционный десерт, который похож на пончик. Две штучки стоят доллар. Сладость содержит начинку из варенья и посыпана сахарной пудрой. Традиционно этот десерт едят в жирный четверг перед Великим постом. Если поедете в Швейцарию, вам понадобится чуть больше доллара. Но вы, конечно, можете пойти в магазин и попробовать очень-очень маленький кусочек швейцарского сыра. Просто чтобы понять, что вы упускаете. Возможно, есть и другие продукты, которые можно купить за доллар. Например, яблоко. Но я не уверен. Пинчо. Традиционная испанская закуска. Как правило, это обычный хлеб с начинкой из овощей, соленых огурцов или мяса. Блюдо подается повсюду, но хорошие заведения, которые продают его за доллар, обычно находятся в нетуристических районах. И все это за один доллар? Неплохо. В Германии вам стоит попробовать крендель. Ничего особенного, просто свежее и очень вкусное хлебобулочное изделие. Или же вы можете купить 400 ушных палочек, если не голодны. Сегодня в Швеции прекрасный солнечный день. Вы гуляете и наслаждаетесь погодой. Хочется чего-то недорогого, но освежающего. Ну, конечно, мороженое на палочке. Что может быть лучше? Собираетесь в Бразилию? Отлично. Там за доллар можно купить стакан свежего апельсинового сока. Или если вам не хочется целый день ходить с рюкзаком, можете дойти до ближайшего автовокзала, заплатить доллар, оставить вещи в камере хранения и отправиться на пляж. Пора в Колумбию! В богате за доллар вы можете купить кофе с двумя маленькими печеньями или арепой, традиционной кукурузной лепешкой с разными вкусами. И еще кофе. Если вы будете бродить по Нью-Йорку, поищите заведение, где за доллар можно купить кусок пиццы. Спустило колесо машины или велосипеда? Ну, вы догадываетесь, сколько будет стоить воспользоваться насосом. Вдруг понадобились нитки, пуговицы, несколько воздушных шариков или еще что-то странное? Отправляетесь в магазин. Все за девяносто девять центов. Наконец, в Канаде за доллар можно купить салат. В Коста-Рике целый арбуз, папайю или ананас. А в Танзании вкусный картофельный омлет. Познакомьтесь с Хулхумале, также известным как город Надежды. Прозвище вполне оправданно, поскольку этот искусственный остров – часть большого плана Мальдив по предотвращению их полного погружения под воду. Хулхумале создали путем нанесения песка со дна моря на затопленную коралловую платформу. И это сработало. Город располагается на высоте около 180 сантиметров над уровнем моря, что в два раза выше, чем столица Мальдив Мали. В то время как все больше людей переезжают туда для постоянного проживания, остров также был спроектирован в качестве временного убежища на случай опасных штормов и тайфунов. Сейшельские острова – еще один камень в ожерелье Индийского океана, который рискует исчезнуть. К сожалению, прибрежные наводнения становятся обычным делом, особенно во время весенних приливов и сильных дождей. Проблема в том, что на основном острове проживает около 90% населения страны. Высота его побережья над уровнем моря – всего около 180 сантиметров. Фиджи – третий тропический рай в нашем списке и одно из лучших мест для путешественников. Но эта страна находится в сложной ситуации, поскольку расположена в центре Тихого океана, где мощные штормы могут привести к хаосу. Возьмем, к примеру, циклон Уинстон. Он обрушился на Фиджи в 2016 году и принес убытки более чем на миллиард долларов. Одна из мер, которые там предпринимают для защиты – это посадка мангровых зарослей вдоль побережья и сохранение уже существующих. Эти замечательные деревья помогают снижать скорость ветра во время ураганов, а также борются с эрозией, задерживая осадки. Египту тоже грозят проблемы. Я не утверждаю, что вся страна окажется под водой и через несколько лет мы увидим только вершины пирамид. Но ситуация действительно может измениться, поскольку прибрежные города сталкиваются с серьезной угрозой. Возьмем, к примеру, Александрию. 45% ее населения уже живет ниже уровня моря. Если город затопит, всем этим людям придется переехать. Кроме того, производство рыбы в Египте окажется под ударом. В Европе одна из самых уязвимых для воды стран – это Нидерланды, где около половины людей живут в районах, расположенных ниже уровня моря. В будущем романтический жест с тюльпанами может стать невыполнимой миссией. Нидерланды отвечают за две трети мирового производства тюльпанов, и если поля окажутся затоплены соленой водой, это будет конец для цветов. Хорошая новость в том, что у голландцев есть вековой опыт в борьбе с водой. Умение работать с штормовыми барьерами и морскими стенами может предотвратить катастрофический для них сценарий. Пожалуй, нигде нет больших рисков наводнения, чем здесь, на Тувалу. Эта цепь островов, расположенная на полпути между Австралией и Гавайями, может стать первым государством, непригодным для жизни. Потрясающие земли Тувалу находятся всего в 270 сантиметрах над уровнем моря. И даже просто глядя на карту, можно увидеть, насколько они узки. Самая узкая часть, Вонг-фон-Гафале, имеет ширину всего около 19 метров. Так что еще до того, как высокие приливы станут реальной проблемой, ограниченные сельскохозяйственные угодья страны могут быть затоплены соленой водой. Следующая страна в нашем списке – Филиппины. Этот архипелаг в Юго-Восточной Азии может похвастаться одними из самых впечатляющих пейзажей. Но он сталкивается с риском наводнений по двум причинам. Во-первых, из-за растущего уровня моря. И, во-вторых, из-за непредсказуемой сумасшедшей погоды. С 1990 года циклоны, землетрясения и цунами обошлись в стране более чем в 20 миллиардов долларов. Вы когда-нибудь слышали о Вануату? Этот архипелаг, расположенный между Австралией и Фиджи, может скоро оказаться под водой. Вануату был одной из первых тихоокеанских стран, которая переселила целое сообщество в более безопасное место. В 2005 году жители, проживавшие в опасных прибрежных районах северного острова Тегуа, переехали на более высокие участки земли. Дальше у нас Маршаловы острова, страна в центральной части Тихого океана. Исследования показывают, что 40% зданий в столице, Маджуро, могут в будущем оказаться под водой. Но страна не сдается, у нее есть план действий. Она укрепляет инфраструктуру своего аэропорта, переносит ключевые здания на более высокие места и строит морские стены для защиты островов. Двигаясь на юг, мы подходим к Науру. Это одна из самых маленьких стран в мире, занимающая всего 21 квадратный километр. Сегодня она служит домом для 10 тысяч человек, но в ближайшее время может стать непригодной для жизни. Уровень воды там поднимается примерно в три раза быстрее, чем в среднем по миру. Особые опасения вызывает лагуна Буада, поскольку это единственный источник поверхностной пресной воды, и она расположена всего в пяти метрах над уровнем моря. Наша следующая остановка в Тихом океане – республика Палау. Там тоже растет уровень моря. Главные усилия сейчас направлены на защиту сельскохозяйственных культур, в частности, Таро. Примерно на полпути между Гавайями и Новой Зеландией находится Самоа. Эта страна оказалась в уникальной ситуации. Здесь не только растет уровень воды, но и опускается земля. В 2009 году Самоа пережило несколько сильных землетрясений и цунами. И поскольку земная кора возвращается в исходное положение, общая площадь суши уменьшается. Из-за этого жилые дома и основная инфраструктура на острове могут серьезно пострадать. Особенно учитывая, что все аэропорты находятся вдоль побережья. Перенесемся на Кирибати. Это Тихоокеанское государство страдает из-за постоянных наводнений, поскольку большая часть его населения и инфраструктуры сконцентрирована у побережья. За исключением вулканического острова Банаба, ни одна часть территории Кирибати не располагается выше двух метров над уровнем океана. Чтобы справиться с этой ситуацией и обеспечить безопасность населения, у властей появилась идея создать огромную плавучую платформу, похожую на те, что используют нефтяные компании. Проблема в том, что это обойдется им в круглую сумму. Проект оценивают примерно в 2 миллиарда долларов. Если вы мечтаете посетить Вьетнам, вам стоит поторопиться. Десять лучших развлечений там связаны с путешествием по завораживающим местам, например, по бухте Холонг, которая также известна как «Бухта нисходящего дракона». К 2050 году окружающая ее территория может оказаться под водой. Еще одна огромная проблема Вьетнама заключается в том, что рисовые поля становятся солеными. Если вы любите вьетнамскую кухню, то знаете, насколько там важен рис. В стране особенно обеспокоены уязвимостью дельты реки Меконг. Это чрезвычайно плодородная область, которая обеспечивает большую часть сельскохозяйственной продукции Вьетнама. Причем более 50% этой продукции составляет рис. Страна прилагает усилия для адаптации к новой реальности. Там промывают рисовые поля в дельте Меконга пресной водой, чтобы избавиться от солености. Наша следующая остановка находится в Карибском море. Гренада – островное государство, и вы можете знать его как «Остров специй», поскольку его тропический климат идеально подходит для выращивания мускатного ореха, корицы, гвоздейки и имбиря. К сожалению, Гренада и ее невероятно плодородные почвы также рискуют оказаться под водой. Поговорим о последней стране в нашем списке – Соломоновых островах. Пять островов в этом архипелаге уже исчезли под водой, и еще шесть затоплены на 20%. Среди них – остров Нуса и Вилли, который в начале 2000-х был популярным местом для пикников. Хотя ситуация выглядит критической, важно отметить, что там больше 300 обитаемых островов. Особенность Соломоновых островов в том, что они всегда находятся в особом режиме восстановления, поскольку страну часто поражают тропические циклоны и внезапные наводнения. Население усердно работает, чтобы спасти свои дома от растущего уровня моря, строя каменные стены вдоль побережья, высаживая мангровые заросли и размещая дома в более высоких местах. Предлагаю продолжить наше мировое турне. Теперь мы направляемся в Европу. Начнем с Греции. Место с невероятно долгой историей. Даже в наши дни там сохранились древние руины, которые тщательно оберегают, так что поездка будет интересной. Прямо в аэропорту Афин есть музей с древними артефактами. А вот как там сосуществует древнее и современное. Это вид на Акрополь с улицы. Спартанец бродит по улицам Греции. Один из интернет-пользователей поделился фотографией современного здания, построенного прямо над древними руинами. Посетители могут видеть руины через стекло. Греция также известна своими кошками, которые бродят буквально повсюду. Этот пользователь заметил кота, охраняющего Национальный банк Греции. В наши дни все стараются сократить использование пластика. Кто-то выбирает бумажные соломинки, кто-то стеклянные. А в этом кафе в Греции предложили использовать в качестве соломинок макароны. Даже не знаю, глупо это или гениально. Другой пользователь посетил ресторан в Северной Македонии и был озадачен, когда ему подали кусочки пиццы на вафлях. Сплошные плюсы – дополнительный перекус и никаких отходов. В Румынии есть необычные торговые автоматы. Вот, например, автомат с ветчиной. А вот еще лучше – торговый автомат, продающий упаковки яиц. Интересно, они там не бьются? Европа – место, где старое соседствует с современным. И это сочетание завораживает. Пользователь поделился фотографией современной баскетбольной площадки в Хорватии, зажатой между семистолетними стенами. А вот фото изнутри продуктового магазина. Посмотрите на эти колонны! Современные проблемы требуют современных решений. Эти светофоры светят вниз, чтобы люди, увлеченные своими телефонами, могли заметить, когда переключается свет. В Италии определенно есть на что посмотреть и чему удивиться. Некоторым руинам тысячи лет, и они хорошо сохранились. Пользователь Reddit поделился фотографией холла одного из отелей, в котором есть стеклянный пол, чтобы можно было видеть руины. А это перила в Airbnb. В Италии даже уличные указатели произведений искусства. Посмотрите на этот. Интернет-пользователь поделился разнообразием дизайнерских решений. Этот пользователь выложил фотографию супермаркета, который находится в Старом театре в Венеции. Другой пользователь добавил еще одно фото этого супермаркета. Кстати, в супермаркеты, похоже, пускают с домашними животными. Там даже есть специальные тележки для их перевозки. Городам много веков, и улочки в них узкие, поэтому почтовым транспортным средствам приходится подстраиваться. Вот одно из них. В некоторых городах есть каналы, и они расположены на островах, поэтому лодки – популярный вид транспорта. Это почтовая лодка на острове Мурана. Попрощаемся с Италией. Город Базель в Швейцарии расположен на границе с Францией и Германией. В аэропорту есть три выхода. Из него можно выйти во Францию, Германию или Швейцарию. Давайте погуляем в Германии. Смотрите, там светофор с девушкой, ведущей верблюда. Я не знаю, что это значит, ведь в Германии нет верблюдов, но выглядит мило. А вот уникальный светофор с изображением Карла Маркса, известного немецкого философа. Вернемся к торговым автоматам. В Германии можно найти торговые автоматы с сосисками. Гамбург – крупный портовый город. Река соединяет его с Северным морем. Неудивительно, что здесь есть Макдональдс для клиентов на лодках. Посмотрите, какая минеральная вода продается в швейцарских Альпах. Один пользователей Reddit привез сувениры из Франции. Это ручки в форме багетов. Взгляните на этот узкий дом в Испании. Интересно, как он выглядит внутри. Жаль, что пользователь поделился только внешним видом. В Португалии вышки сотовой связи замаскированы под деревья. А это автобус, который может ездить по дорогам, а затем превращаться в лодку. Один из пользователей заметил в Лондоне двери, у которых ручки находятся в центре. Это кажется очень неудобным. Но, судя по всему, ручка не поворачивается и существует только для того, чтобы захлопывать дверь. А металлическая часть замочной скважины имеет маленькую ручку в нижней части. Европа пропитана историей. Этот почтовый ящик напоминает о короле, правившем больше века назад. В те времена красные телефонные будки пользовались большим спросом. Сейчас, когда у каждого человека есть мобильный телефон, ситуация изменилась. Поэтому телефонные будки используют по-разному. В этой, например, теперь мастерская по ремонту смартфонов. Люксембург маленькая, но богатая страна, зажатая между Францией, Германией и Бельгией. Там есть автоматы по продаже багетов. А теперь переместимся на север, в Нидерланды. Фермеры окаймляют свои поля полосой цветов и ставят таблички с QR-кодами, позволяющими заплатить за сбор цветов. А вот странная инсталляция, замеченная интернет-пользователем. В Дании, в Орхусе, городе, основанном в 8 веке, можно найти светофоры с изображенными на них викингами. В некоторых мусорных баках в метро Швеции есть отделение для банок. Бездомные могут забрать их и обменять на деньги. В Норвегии есть гигантская статуя серебряного лося. А это таблички на кабинках туалетов, изображающие северных оленей. Оказывается, финны такие же вежливые, как и канадцы. В автобусе у них есть кнопка, чтобы поблагодарить водителя. Кроме того, один из пользователей заметил рисунки енота на сиденье автобуса. Все мы знаем лошадок-качалок. У многих они были в детстве. А вот у финских малышей есть лоси-качалки. Многие приезжают в Исландию в надежде увидеть северное сияние. Один пользователь заметил в отеле телефон, у которого была специальная кнопка, чтобы разбудить гостя, когда появится северное сияние. Литовцы иногда ставят на обочинах дорог фальшивые полицейские машины для борьбы с превышением скорости. На протяжении веков Европой правили короли и королевы. Даже сегодня во многих странах, таких как Великобритания, Нидерланды, Испания, Дания, Бельгия и некоторые другие есть монархи. Поэтому неудивительно, что по всей Европе разбросаны сотни замков. В Польше в наши дни нет монархов, но там можно найти 500 замков. Вот знак, предупреждающий о призраках рядом с одним из них. Во Вроцлаве все достопримечательности снабжены макетами, чтобы слабовидящие люди могли их потрогать и таким образом увидеть. В одном польском городе также есть статуя Дарта Вейдера. На самом деле это статуя польского магната, который руководил строительством порта. Но время от времени местные жители одевают статую в костюм лорда Вейдера. Этот знак в Польше запрещает выезд на шоссе велосипедом, трактором и лошадям. В некоторых местах на тротуаре есть отдельная полоса для людей, которые идут и смотрят в свои телефоны. А теперь мы переносимся в Африку. Это Дюна-7 в Намибии, седьмая по величине Дюна в мире. А на высотой с Empire State Building пользователь интернета поделился этой фотографией. Кто-то в Танзании построил сверху многоэтажки частный дом. Мне удалось выяснить, что здание – это отель. Но кто и зачем построил там коттедж? Может быть, это реклама? Водителям в Мозамбике стоит остерегаться слонов. А это знак в Южной Африке. Остерегайтесь пингвинов. И еще один знак, который просит защищать мусорные баки от бабуинов. Итак, бабуины – это еноты Южной Африки. Деревья, растущие на дороге, уже не удивляют. Но вот пальма в Марокко, растущая сквозь несколько балконов. Один из пользователей поделился фотографией сбежавшей лошади в Израиле, которая возвращается во двор в городском районе. Лошади в городах – относительно частое явление в этой стране. В одном из отелей Турции на завтрак этому пользователю подали целые соты. Вокруг, пожалуй, самого великого сооружения когда-либо построенного человеком Великой Китайской Стены. Существует множество мифов. Одни говорят, что она настолько грандиозна, что видна из космоса. Другие утверждают, что ее можно увидеть даже с Луны. По другим версиям, строители Стены остались замурованы в ней. Жаль разочаровывать вас, но все эти впечатляющие истории всего лишь мифы. Но даже если эти истории не имеют под собой оснований, Великая Китайская Стена – это впечатляющее и поистине захватывающее дух сооружения, поэтому позвольте мне рассказать вам ее подлинную историю. Сегодня Китай – одна из самых густонаселенных стран мира, насчитывающая полтора миллиарда жителей. Это также одно из древнейших государств мира. Его непрерывная письменная история насчитывает три с половиной тысячи лет, но цивилизация существовала задолго до этого. Есть теория, что если на европейский континент, например, люди попали скорее всего из Африки, то Китай заселяли не пришедшие откуда-то переселенцы. Некоторые считают, что китайская цивилизация сформировалась из местных людей каменного века, которые жили на этой территории с доисторических времен. Итак, Великая Китайская Стена, она действительно велика даже по сегодняшним меркам, протянулась более чем на 21 тысячу километров. Это почти в пять раз больше, чем расстояние между Нью-Йорком и Лос-Анджелесом. Или даже немного больше, чем расстояние между Северным и Южным полюсами. Даже в наше время люди никогда не строили ничего подобного. Конечно, на строительство Великой Китайской Стены ушел не один день. Два? Продолжайте. На самом деле, стена строилась веками. Возможно, вы знаете, что древние города окружали стены, чтобы защищать местных жителей от захватчиков. Да, в китайских городах они тоже были. В 220 году до нашей эры первый китайский император объединил страну, и у него возникла блестящая, но очень амбициозная идея. Превратить все городские стены в одну большую стену, которая защищала во границу страны от нападений с севера. Строительством руководил доверенный генерал, набравший большую группу рабочих, солдат, простолюдинов, каторжников. В те времена стена строилась из утрамбованной земли и дерева. В некоторых стратегически важных местах участки стены накладывались друг на друга для обеспечения максимальной безопасности. Высота стен составляла в среднем 8 метров. Но великая стена еще не была похожа на то сооружение, которое мы знаем сегодня. Каждый следующий император подхватывал проект строительства большой стены, укрепляя и расширяя ее, ремонтируя, но при этом модернизируя строительные технологии. Кто-то использовал для строительства кирпич, кто-то переходил на гранитные и мраморные блоки. Сторожевые башни и платформы также не существовали с самого начала. Они были добавлены императорами династии Мин. Сторожевые башни позволяли связываться с другими частями стены посредством дымовых и огневых сообщений. Таким образом, стена весьма противоречива по материалу, но это лишь придает ей дополнительный шарм и показывает, сколько сил и времени потребовалось на ее возведение. Причиной того, что некоторые участки стены простояли несколько веков и до сих пор находятся в хорошем состоянии, клейкая рисовая мука. Оказывается, рисовый раствор почти как цемент. Он очень прочный и водонепроницаемый. Так плотно прилегает к кирпичам, что даже коварные сорняки не могут прорасти между ними. Вы также можете заметить, что на некоторых кирпичах вырезаны надписи. Их оставили рабочие, возводившие стену. Эти надписи служат для обеспечения качества. Они содержат информацию о местоположении, количестве и ответственных лицах. Таким образом, в случае возникновения проблем с качеством материалов или конструкций, будет известно, кто должен нести за это ответственность. Недавно одна исследовательская группа изучила официальные исторические документы династии Мин, правившие Китаем с 14 по 17 век. Они наткнулись на записи о потайных дверях в великой стене и решили найти их. С помощью летающего робота они сделали непрерывные фотографии стены с сантиметровым разрешением. Они сфотографировали 90% стены, построенной во времена династии Мин, и обнаружили на ней остатки более 220 потайных дверей. Некоторые из них имеют определенную ширину и высоту, что позволяет пройти только одному человеку. Другие достаточно велики, чтобы через них могли пройти две лошади одновременно. Зачем там двери? Основной задачей великой стены была защита страны от врагов. Строительство дверей, которые могли бы пропустить врага, подрывало бы весь смысл существования стены. Поэтому, конечно, двери были тайными ходами. Они идеально вписывались в окружающую топографию, а выход снаружи был замаскирован кирпичом, так что его практически невозможно было отличить от кирпичной стены. Стена никогда не была только оборонительной и никогда не была полностью закрытой. Ее можно было открыть по требованию. Это было также сооружение, служившее для торговли и коммерции, для связи между внутренним и внешним миром, и, конечно, для обороны и шпионажа. Некоторые двери использовались для торговли с противоположной стороны. Через двери человек мог пробраться наружу, чтобы шпионить за врагом, живущим по ту сторону. Вскрытые ворота были полезны и при внезапном нападении. Как вы помните, некоторые ворота снаружи были замаскированы кирпичом, выход был настолько неразличим, что противник не имел представления, где именно он находится. Вход внутрь для китайских солдат был полом, так они могли пройти сквозь стену и сломать замаскированные выездные ворота изнутри, начав внезапный атак. Несмотря на то, что основной задачей стены было предотвратить проникновение в город посторонних, она была не слишком эффективна в этом отношении. Через нее все равно можно было перелезть. Поэтому за стеной постоянно велось наблюдение и стражники подавали сигналы войскам, если увидели приближение врага. Кроме того, стена давала больше времени на мобилизацию и наращивание сил страны или заманивание вражеских войск в стратегически сложное положение. Строительство прекратилось в конце 19 века. Стена утратила свое военно-стратегическое значение в связи с техническим прогрессом. За прошедшие века до наших дней в хорошем состоянии сохранилось лишь 8% великой стены. Остальная часть повреждена. Кроме того, около одной третьей стены бесследно исчезла как в результате естественной эрозии, так и в результате антропогенного воздействия. Можно сказать, что сейчас это просто неплохая стена. Как вы помните, первые части стены были построены из утрамбованной земли и дерева. Это не самый надежный материал, если речь идет о тысячелетиях. Кроме того, разрушительные методы земледелия превратили значительные территории в пустыню и способствовали эрозии почвы. В прошлом из стены было вывезено много кирпичей для строительства ферм и домов. Стену разбирают камень за камнем и сегодня, но на этот раз с туристами. Многие из них берут камни на память, а это очень много камней, учитывая, что ежегодно Великую стену посещают более 10 миллионов туристов. С 1987 года стена является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО, что подчеркивает ее выдающееся значение для человечества. Стена является одним из 56 китайских объектов всемирного наследия, занимая второе место среди стран, чьи достопримечательности находятся под охраной ЮНЕСКО. Кто же первый, спросите вы? Первое место с 58 объектами всемирного наследия принадлежит Италии. А знаете ли вы, что стена это не только известная туристическая достопримечательность, но и место проведения марафона Великая стена. Этот марафон был учрежден в 1999 году и является одним из самых сложных в мире. Вы правильно догадались. Люди бегут вдоль стены, включая все ступени. Есть три дистанции, так что участники могут пробежать полный марафон 42 километра, полумарафон 21 километр или просто устроить веселый забег на 8 с половиной километров. 300 тысяч людей и более 80 тысяч лошадей. Да, это Прысландию. В этой стране есть особая порода лошадей. Эти выносливые долгожители популярны во всем мире. Их можно увидеть в Северной Америке и Европе. Однако у них есть некоторые особенности, которые жители Исландии не хотели бы видеть у своих лошадей. Поэтому, чтобы избежать смешения породы, более тысячи лет назад исландцы приняли закон, запрещающий импорт лошадей. Именно так. Даже если вы купили лошадь в Исландии, а потом ее вывезли, ее нельзя привозить обратно. В Сингапуре нельзя жевать жвачку. Раньше вандалы приклеивали жвачки на дверные сенсоры и портили общественный транспорт. Чтобы привести все в порядок, государству приходилось тратить около 150 тысяч долларов ежегодно. Проще было запретить жвачку, так что теперь там нельзя покупать жвачку, продавать или надувать пузыри. Хм, импорт тоже плохая идея. В Милане, в Италии, запрещено охмуриться на ветях. По крайней мере, так было несколько веков назад. В трудные времена жителям Милана нужно было найти способ выделиться, поэтому существовал закон, обязующий людей улыбаться и не показывать свое недовольство в общественных местах. В Германии есть автострады, где разрешается движение со скоростью более 160 километров в час. Но если в этой сумасшедшей гонке у вас вдруг закончится газ, а вы все еще на дороге, вам придется заплатить немаленький штраф. До ближайшей заправки не более трех километров и вы хотите пойти до нее пешком? Не стоит, это тоже облагается штрафом. В Германии пустой бак ваша проблема, а прогуливаться вдоль автострады небезопасно, так же, как и оставлять машину на обочине. Привет из Новой Зеландии! Если вы планируете провести свое воскресенье, летая на воздушном шаре с петухом, придется поискать другую страну. Ведь здесь делать это запрещено, простите. О, и пока мы тут недалеко, в 1966 году в Австралии существовал закон, запрещающий запускать воздушных змеев в общественных местах, если это мешало окружающим. К счастью, на дворе уже не 1966, так что никто об этом даже не вспомнит, если вы решите поиграть с воздушным змеем в парке. Надеюсь. А еще там нельзя привязывать козлов к своему транспортному средству. Или наряжаться в Бэтмена и Робина. Вы же не хотите доказывать правоохранительным органам, что вы не те самые настоящие мстители. В некоторых городах в багажнике у таксиста должен все время быть сток сена. По крайней мере, так было до 1980 года. Этот закон зародился в те времена, когда еще были популярны лошади. Лошадь ведь не заправишь горючим, верно? Переместимся в Соединенные Штаты. Будете в Вашингтоне, даже не думайте охотиться за Бигфутом. В 1969 году был принят закон, согласно которому Бигфут исчезающий вид млекопитающих. Так что, кстати, про эти там ничего не сказано. В Вермонте раньше существовал закон, запрещающий бельевые веревки, поскольку некоторые жители проголосовали против развешивания постельного и нижнего белья на всеобщее обозрение. Теперь же вышло новое постановление, согласно которому нельзя запрещать другим вешать бельевые веревки. Один закон против другого должно сработать. Слышите, за этой дверью кто-то разговаривает. Интересно, о чем они говорят? Так, стоп. Ведь в Оклахоме закон гласит, что нельзя тайком бродить по округе и случайно подслушивать чей-то разговор, а потом пересказывать его или его сохранят. Если вы однажды будете прогуливаться по Неваде, а потом решите прилечь передохнуть на тротуаре, подумайте хорошенько, ведь здесь это незаконно. Даже не садитесь, иначе потом не выкрутится. Нюансы знаете ли. Если вы из Балтимора, штат Мэриленд, помните, что в кино со своим львом нельзя. Знаю, Большой Котик так хотел посмотреть этот фильм, но закон есть закон. Также, пока вы там, постарайтесь не нарушить еще парочку правил. Нельзя нецензурно выражаться в общественных местах. А еще есть, плавая в океане и ходить в майке в общественных парках. В штате Айова не стоит бросать кирпичи на шоссе, только если у вас нет на то письменного разрешения от горсовета. Если подумать, то вполне логично. Если вам надоели огромные сияющие рекламные щиты по всему городу, отправляйтесь на Гавайи. Там они под запретом с 1920 года. Это, конечно, не единственная причина посетить Гавайи, но знать полезно. Кстати, другие штаты, такие как Вермонт и Мэн, последовали этому примеру, чем очень гордятся. В одном городке, в штате Джорджия, очень серьезно относятся к жареной курице. Ее едят без вилки, только руками. Я серьезно. В 2009 году одна женщина отмечала свой девяносто первый день рождения в ресторане, где ела курицу вилкой, пока не пришла полиция и не арестовала ее за это. Пожилую даму, конечно, помиловали, но будьте осторожны, когда едите курицу в Джорджии. Кстати, о курице. Знаете, почему она перебежала дорогу? Честно говоря, я не уверена, но зато точно знаю, что эта шутка родом не из Джорджии, потому что здесь курицам запрещено переходить дорогу. Думаете, спрей серпантин и это весело? Жители одного городка в штате Алабама с вами не согласятся. Там нельзя хранить, использовать, складировать, продавать или производить любые виды хлопушек, спрей серпантин и другие подобные изделия. Да уж, а еще там нельзя водить с завязанными глазами. Есть такой закон, так что фразу «смотри на дорогу» воспринимают со всей серьезностью. Ослик больше никакого сна в ванне. Что-то такое жители Аризоны должны говорить, чтобы не нарушить закон. В 1920-х местные жители увидели, как ванну, в которой сидел ослик, одного фермера, нес поток воды. Наводнение было вызвано прорывом дамбы, а та ванна стояла на заднем дворе фермера без присмотра. Ослик просто решил в ней вздремнуть. Ну, вы знаете, как это бывает. Длинный жаркий день, послеобеденный отдых. Удержаться невозможно. Жителям удалось спасти ослика, после чего было принято решение запретить ослам спать в ванне. Ну, знаете, на всякий случай. В штате Коннектикут соленым огурчиком считается только тот, который отскочил от стола. В 40-е годы прошлого века двух мужчин даже арестовали за то, что они продавали незаконные огурчики. Они не отскакивали, как положено. И вот вопрос, как именно должен отскакивать огурчик? Также из серии «Тем временем в Коннектикуте» переходить дорогу на руках незаконно. Ох, ну, чтобы не нарушить этот закон, надо постараться. У вашей лучшей подруги день рождения? Что вы ей подарите? Хм, абонемент в спа? Билеты в Диснейленд? Ужин в модном ресторане? Крысу? К сожалению, крыса вне законной игры, если вы живете в штате Монтана. Увы, но законы нужно соблюдать. К счастью, во Флориде крыса вполне подходящий подарок. По крайней мере, она лучше других крупных зверей, за которых нужно оплачивать парковку. Верблюды, слоны, лошади и другие представители пауны, простите, но таковы правила. Вы ужинаете в Париже. У вас на столе луковый суп и, своей очереди, дожидается суфле с двойным шоколадом. Очень по-французски. К вам подходит официант, чтобы спросить, все ли вам нравится. С набитым ртом вы довольно улыбаетесь и делаете жест окей. Кажется, официант должен быть счастлив, однако он смотрит на вас с раздражением. Что ж, оказывается, жест, в котором вы соединяете указательные большой пальцы и образуя круг, не во всех странах означает окей. Во Франции он означает ноль или никуда не годится. Вместо того, чтобы похвалить вкусную еду, вы с улыбкой сообщили, что ей грош цена. Упс. В Венесуэле, Турции и Бразилии тоже не стоит использовать этот жест, чтобы никого случайно не обидеть. Короче говоря, лучше просто улыбайтесь, пока не прожуете все до конца, чтобы как следует отблагодарить за ужин. В большинстве стран мира поднятый вверх палец имеет позитивное значение. Так вы показываете, что вам что-то нравится или что все в порядке. Однако в некоторых частях Италии, Западной Африки, в Иране и Греции этот жест относится к крайне оскорбительным. А в Малайзии большой палец используют как указательный. В общем, в следующий раз, когда будете ловить машину в этих странах, не спешите вытягивать руку с большим пальцем вверх, иначе никто не остановится. Заказывать два кофе или желать кому-то мира с помощью жеста Виктория, Великобритании, Австралии и Новой Зеландии вполне нормально. Вы ведь той стороной руку держите? Если нет, то вы сами того не ведая подаете оскорбительный сигнал. Так вы друзей не заведете. Направляя указательный и средний пальцы вверх в форме латинской буквы V, убедитесь, что ваша ладонь при этом обращена к собеседнику. В странах Восточной Азии принято кланяться, здороваясь друг с другом. Чем ниже поклон, тем больше уважения вы выражаете. К счастью, большинство жителей Японии не ждут, что иностранцы сразу разберутся в этикете поклонов. Они спокойно примут простое рукопожатие или кивок головой, но практикуя поклоны в Японии, вы приятно удивите местных. Пожалуй, стоит потренироваться заранее. Указательный жест пальцем считается невежливым в некоторых странах Европы, Латинской Америки и Африке, но особенно грубо указывать пальцем на человека в Китае, Японии и Индонезии. Этот жест может означать, что вы выделяете кого-то, чтобы обвинить его или оскорбить. Спрашивая дорогу у жителей Филиппин, вы, скорее всего, будете ломать голову, гадая, куда же они показывают, без паники. Местные делают знаки губами вместо жестикуляции. Если вы сомневаетесь, указывайте на людей или места всей рукой, где бы вы ни были. Наверное, думаете, что с оттопыренным мизинцем вы выглядите круто, только не в Китае. Это все равно, что опущенный вниз большой палец. Такой жест означает, что вы чем-то недовольны. Делая фото с другими людьми, важно помнить о вежливости к окружающим. Избегайте неприличных жестов, особенно двух. Не оттопыривайте мизинцы и не указывайте ни на что грязными предметами, использованные вилкой или палочками, например. Кстати, о палочках. Неправильно положив их на стол, вы можете ненароком кого-то обидеть. Будучи в Китае, Южной Корее или Японии, не совершайте эту ошибку. Не вставляйте палочки вертикально в тарелку с рисом. Это считается плохой приметой. Если вы хотите на время отложить палочки, положите их сбоку или прямо на тарелку. Также, обедая в Южной Корее или Китае, никогда не просите передать вам еду. В этих странах нужно просто присоединиться к процессу и взять то, что вам хочется. Не переживайте, вы никого не оскорбите, забрав последний кусочек. В некоторых странах сморкаться за столом во время обеда вполне приемлемо. Мало ли, когда у вас зачешется нос. Если вы извинитесь и отвернетесь, ничего страшного не случится. Только если вы не отдыхаете в Японии, Китае или Южной Корее, где, кстати, пряности часто вызывают насморк. Не сморкайтесь на людях. Если вам нужно прочистить нос, выйдите из-за стола в уборную или просто спрячьтесь от наблюдателей. Сморкаться на глазах у других грубо и негигиенично. Всегда используйте бумажные салфетки, а не платки из ткани. И сразу их выбрасывайте. Фиджи. Одно из самых популярных туристических направлений с живописными пляжами и приветливыми людьми. Отдыхая на этом острове, вы непримерно встретитесь с парочкой местных жителей, которые будут очень долго жать вам руку. Здесь принято держать руку собеседника до тех пор, пока вы не закончите обмениваться приветствиями. Это может длиться вечно. Постарайтесь не дергивать руку слишком быстро. Считается грубым резко убрать руку и завершить рукопожатие. А в Индии вместо рукопожатия принято складывать ладони в знак приветствия. Сложите ладони вместе, как при молитве, слегка наклоните голову вперед и поприветствуйте человека, говоря «намасте» и прижимая руки к груди. В большинстве стран скрещенные руки ничего не значат. Может, вам холодно, скучно или просто нравится такое положение. Но в Финляндии этот жест могут интерпретировать совсем иначе. Там скрещенные руки – признак неуважения. Финны считают этот жест проявлением высокомерия, агрессии и намеком на то, что человек напрашивается на неприятности. Ну и ну. Скорее всего, скрещенные руки воспримут как открытый вызов. Особенно не стоит принимать такую позу прямо перед собеседником. Вам же не нужны проблемы. Вы всего лишь приехали отдохнуть. В России принято здороваться за руку, но только не в дверях. Если вы случайно нарушите это правило, конец света не наступит. Просто некоторые жители России считают это плохой приметой. Сначала переступите порог, а уже потом протягивайте руку для рукопожатия. Это правило работает в ресторанах, домах, магазинах, в общем, везде, где есть дверной проем. Не совершайте эту ошибку, чтобы не расстраивать окружающих. В Таиланде голова считается священной частью тела и похлопывание по голове могут расценить как серьезное оскорбление. Для сравнения в США похлопать кого-то по голове или игриво потрепать по волосам могут в знак похвалы за проделанную работу. В Таиланде же лучше держать руки подальше от чужих голов, чтобы ненароком не проявить неуважение. Кроме того, не стоит указывать на что-либо пальцами ног, ведь ступни считаются самой грязной частью тела. Последнее, чего вам хотелось бы в своем путешествии – оскорбить местных. В странах Ближнего Востока считается очень грубым смотреть на часы во время разговора. Может показаться, что вы хотите поскорее отделаться от собеседника. Если не хотите быть невежливым, не проверяйте время, даже если у вас назначена встреча. Позвольте беседе развиваться естественным путем. В арабской культуре такой уклад. Начав разговор, не спешите его закончить. Никогда не используйте жест «стоп», вытянутую вперед ладонь с пальцами вверх, в Греции. Показав его местному, пеняйте на себя. Среди греков этот жест очень оскорбителен еще со времен Византии. Подобным образом в Южной Корее не стоит ловить такси или махать кому-то рукой, выставляя открытую ладонь. Сделав это, вы можете распугать всех водителей, ведь этим жестом жители Кореи подзывают собак. Правильнее будет вытянуть руку в сторону ладонью вниз и махать ей вертикально вверх-вниз. И это не последнее правило, которое нужно помнить, путешествуя по Южной Корее. Согласно этикету, если кто-то старше вас предлагает вам напиток, нужно взять чашку или стакан двумя руками и отвернуться, делая первый глоток. Это знак уважения, а в Южной Корее очень важно уважать старших. Вы впервые в Египте, и ваши новые друзья пригласили вас на обед. Еда кажется немного пресной, поэтому вы решили приправить ее солью и перцем. Вы не видите их на столе, поэтому просите их у хозяина и замечаете, что все шокированы. Оказывается, это большое оскорбление для повара, когда кто-то хочет изменить первоначальный вкус еды на своей тарелке. Повар сделал его таким осознанно, и желание изменить его специями – это знак, что блюдо было недостаточно хорошим. Вы привыкли делать это во всем мире, но не давайте чаевые официантам, таксистам или работникам гостиниц в Японии. Они могут обидеться, потому что им и так платят за хорошее обслуживание, и нет необходимости в дополнительных деньгах, чтобы сделать его еще лучше. Если вы действительно хотите выразить свою признательность, просто скажите «спасибо». Чаевые частным гидам, туристическим компаниям и переводчикам – это нормально. Вы можете положить в конверт любую сумму, которая кажется вам правильной, и передать его. Если вы хотите произвести впечатление на своих новых японских друзей или коллег, уделите время изучению этикета палочек для еды. Когда будете есть палочками, помните, что их нельзя тереть друг от друга. Люди делают это, чтобы удалить занозы, поэтому может показаться, что вы недовольны качеством пары, которую вам предоставил хозяин. Не втыкайте палочки вертикально в миску с рисом. Это может быть воспринято как подношение умершему. Не размахивайте палочками в воздухе и не указывайте именно предметы. И то, и другое считается очень грубым. То же касается перемещения предметов палочками или рукой, держащей их. Это выглядит неуважительно. К тому же вы, скорее всего, прольете что-нибудь. Находясь в Италии, не заказывайте капучино после полудня. Местные жители не делают этого, потому что считают, что молоко и пенка превращают этот напиток в еду, а лишний перекус вреден для пищеварения. Кроме того, будьте готовы наслаждаться кофе стоя у барной стойки и платить за него еще до того, как вы его получите. Сначала вы платите на кассе, а затем предъявляете чек, чтобы получить напиток. Вы большой любитель жевательной резинки? Что ж, в Сингапуре вам придется нелегко. Использование, продажа и импорт жевательной резинки там запрещены. И за это вам придется заплатить до нескольких тысяч долларов. Закон был введен в 90-х годах, чтобы сделать город чище и поддерживать график движения местных скоростных поездов. После запуска новой транзитной системы пассажиры наклеивали жвачку на дверные датчики поездов, что приводило к серьезным задержкам. С новыми правилами эта проблема была решена. Запрет жвачки наряду со многими другими строгими правилами помог сделать Сингапур очень чистым и опрятным городом. Если вы совершенно не можете представить свою жизнь без жевания, местная власть рекомендует заменить жвачку бананами. Когда за столом в Боливии кто-то просит вас передать ему что-то, например, соль, передавайте ему это не напрямую, а через человека, сидящего между вами. Если о маленькой услуге вас просит человек, сидящий рядом, вы все равно не должны передавать ничего прямо ему. Придется обратиться к посреднику. Этот столовый этикет возник из суеверия, что передача чего-либо прямо в руки приносит несчастье. По тем же причинам нельзя тянуться через стол или вставать, чтобы передать кому-то что-то. Бросать тем более нельзя. И не забывайте держать обе руки на столе, когда не идите. Может показаться, что вы пытаетесь что-то спрятать, если ваши руки не всегда на виду. Если придете в гости в Иордании, хозяева могут угостить вас горьким арабским кофе в качестве теплого приветствия. Не пытайтесь растянуть его на весь вечер. Самое вежливое – быстро опустошить чашку. Только когда все покончат с напитком, люди вернутся к общению. Передавая пустую чашку хозяевам, обязательно покачивайте запястьем. Если вы просто передадите ее без покачивания, это будет означать, что вы просите добавки. Не спешите прибыть на мероприятие вовремя в Венесуэле. Люди могут подумать, что вы грубый или жадный. Вежливость заключается в том, чтобы опоздать на 10-15 минут. Мероприятия, запланированные на 7 вечера, часто начинаются 8 или позже. Популярная история гласит, что в 80-х годах 20 века один иностранный репортер прибыл на мероприятие для прессы с опозданием более чем на час. Когда он увидел, что зал почти пуст, он пошел извиниться перед организатором за то, что все пропустил. Тогда организатор сказал ему, что он был первым прибывшим репортером. Довольно любопытно, что при этом часы в Венесуэле уже много лет на 9 десятых секунды опережают часы в остальном мире. Вы планируете путешествовать на автобусе по Ирландии? Не забудьте поблагодарить водителя за поездку, когда будете выходить. Вы услышите, как подавляющее большинство местных жителей делают это, причем весьма громко. Выбирайте подарок с умом, если вас пригласят в дом во Вьетнаме. Вполне нормально принести фрукты, сладости или благовония. Считается, что носовые платки – это символ грустного прощания, а режущие инструменты – знак разрыва отношений, поэтому не приносите их. Заверните подарок в красивую бумагу и не выбирайте черную. Местные жители считают этот цвет плохим предзнаменованием. Когда преподносите подарок, держите его обеими руками и не удивляйтесь, что хозяева не откроют его сразу. Это делается после ухода дарителя. В Индии не оставляйте ничего на тарелке. Это знак неуважения к еде, которую вам подали. Еда в этой стране считается священной, и хозяева очень расстроятся, если вы не доедите. Перед началом трапезы вымойте и высушите руки, не забудьте похвалить повара и дождитесь, когда встанет старший, прежде чем выйти из-за стола. В Южной Индии принято подавать еду на банановом листе. Когда закончите есть, его нужно свернуть сверху. Складывание снизу означает, что вы не удовлетворены тем, что получили. В других местах это может стать хорошей темой для разговора. Но в Дании не стоит хвастаться своими достижениями. Местные жители считают, что все равны, поэтому вы не услышите, чтобы они рассказывали о своей успешной карьере, талантах или о том, какие они особенные. И они ждут того же от вас. Если вы ищете хорошую тему, они с удовольствием поговорят с вами о величии своей страны. Датчане действительно гордятся ею и всеми ее чудесами. Если вы собираетесь в Германию и планируете ездить по знаменитым автобанам, обязательно заправьтесь перед тем, как отправиться в путь. Остановка, парковка, разворот и движение задним ходом на сверхскоростных шоссе запрещены. Даже если вы вынуждены остановиться, потому что кончился бензин, вам придется заплатить штраф, поскольку вы должны были все спланировать заранее. И хотя автобан технически не имеет ограничения скорости, будьте внимательны, если вы проезжаете мимо городов, таких как Франкфурт, Берлин и Мюнхен, строительных работ интенсивного движения. В таких местах могут действовать ограничения скорости. Если вы планируете исследовать Кипр на автомобиле, утолите жажду перед тем, как завести машину. На острове запрещено пить что-либо, включая воду во время вождения. Если вы нарушите это правило, то заплатите штраф. В Эфиопии нужно дважды подумать, прежде чем выбрать подарок для кого-то. Там подарок рассматривают как долг, который придется возвращать в будущем. Поэтому, если вы принесете что-то очень дорогое, получателю придется либо потратить много денег на ответный подарок, либо чувствовать себя обязанным вам. Если бы американец планировал путешествие в Европу, ему следовало бы подготовиться не только к смене часовых поясов. Путешествие в европейские страны может показаться немного необычным, поэтому перед поездкой лучше провести небольшое исследование. Одной из первых вещей, которые привлекут ваше внимание, будет отсутствие кондиционеров. Если вы любите свежий воздух, приготовьтесь, что центральное кондиционирование здесь есть не везде. В Европе в квартирах, офисах и даже ресторанах иногда не бывает кондиционера. Это потому, что европейцы в основном полагаются только на окна. Однако в крупных продуктовых магазинах и торговых центрах обычно все хорошо проветривается. Вода в европейских ресторанах тоже не всегда бесплатна, хотя в США это обычная практика. Конечно, в большинстве заведений вы получите модную стеклянную бутылку, но ее стоимость также будет указана в вашем счете. Кроме того, если вы просите воду, не забудьте уточнить, хотите ли вы, чтобы она была не газированной, потому что вместо нее вам могут принести газированную. Забудьте и о стакане с ледяной водой. Вам могут принести холодную воду из холодильника, но европейцы не используют лед, как американцы. Если вы любите путешествовать экономно, то знаете, насколько полезными могут быть общественные туалеты. После нескольких часов ходьбы очень приятно наткнуться на туалет, где можно немного освежиться. Но лучше иметь в кармане сумму, эквивалентную 50 центам, потому что во многих европейских странах за пользование общественными туалетами нужно платить. Даже рестораны быстрого питания могут взять с вас за это деньги. Лучший выход отправится в торговый центр, там туалеты обычно бесплатные. Также мы привыкли к тому, что кабинки туалетов имеют внизу щель. Предполагается, что она нужна для быстрой уборки и безопасности. В Европе же кабинки, как правило, доходят до пола, что делает их более уединенными. В Европе именины пользуются большим спросом, хотя в США они не популярны. Каждый день в году похож на мини-празднование дня рождения человека с определенным именем. Европейцы, которые следуют этой традиции, воспринимают ее как второй день рождения, а некоторые даже относятся к ней серьезнее, чем к своему настоящему дню рождения. Даже то, как мы воспринимаем вещи, может быть совершенно разным в зависимости от того, откуда мы родом. Возьмем столетнее здание. В Европе оно считается практически новым, а в США старым. В зависимости от того, кого вы спросите, некоторые американцы могут даже считать древним объект, которому 200 лет. Европейцы используют слово «древний» для обозначения того, что относится к периоду до Средневековья. Однако, когда речь заходит о расстоянии, все оказывается совсем наоборот. Европейцы считают, что проехать 100 километров очень много, в то время как для американцев это короткая поездка. Однако, если задуматься, это имеет смысл, потому что в Европе сильно больше людей. Весь Европейский Союз по площади примерно в два раза меньше США. В любом случае, европейцы всегда в движении, будь то внутри своего континента или в другом месте планеты. Возможно, потому что большинство европейских стран настолько малы по сравнению с США, что люди растут с мыслью о том, что пересекать границы – это нормально и легко. В этих двух регионах может существенно отличаться даже бытовая техника. Возьмем, к примеру, стиральные машины. В Европе большинство из них подключаются только к холодной воде и загружаются спереди. В США часто встречаются машины, которые используют как горячую, так и холодную воду, и загружаются сверху. Кстати, перед поездкой обязательно изучите, какой тип электрической вилки используется в выбранной вами европейской стране. Возможно, вам понадобятся специальные адаптеры, чтобы использовать зарядное устройство для телефона или плойку для волос. К счастью, большинство отелей готовы к таким ситуациям и могут предложить адаптеры по запросу и бесплатно. Холодильники тоже могут показаться немного другими. Это потому, что крошечные холодильники в Европе являются нормой за исключением больших семей, которые приобретают холодильники и морозильники побольше. Но это не так уж плохо, особенно если вам нравится делиться продуктами с соседями по комнате, меньше выбрасывать еду и чаще ходить в магазин за свежими продуктами. Также перед поездкой в Европу американцам следует подтянуть свои знания метрической системы. Там все, как и в России, пользуются метрами, граммами, литрами и градусами Цельсия. Конечно, жители США могут изучать метрическую систему в школе, но в повседневной жизни они придерживаются другой системы – ярдов, миль, фунтов и Фаренгейта. А еще американцам придется перепроверять дату и время, прежде чем бронировать билеты. Европейцы записывают дату в формате день, месяц, год, в то время как американцы используют формат месяц, день, год. Кроме того, в США неделя обычно начинается в воскресенье и заканчивается в субботу, но в Европе она начинается в понедельник и заканчивается в воскресенье. Вспомним и про разный формат времени. В некоторых странах, если кто-то говорит, что сейчас 14 часов, это означает 2 часа дня. Даже реклама в Европе и США отличаются. В США вы можете увидеть на улицах людей в костюмах, которые рекламируют местный бизнес, а в Европе это редкое явление. Кроме того, массивные рекламные щиты вдоль американских автострад в большинстве европейских стран отсутствуют. Обычно они запрещены законом, поскольку считается, что водителям следует больше концентрироваться на дороге, а такие рекламные уловки могут слишком их отвлекать. Переходим к названиям улиц и часам работы магазинов. В Северной Америке, особенно в США, принято называть улицы цифрами, например, 5-я авеню или 16-я улица. Но если вы отправитесь в Европу, то увидите, что улицы, как и в России, имеют реальные названия. Правда, в некоторых сельских районах Европы вы можете наткнуться на дороги вовсе без названий. В Европе также существует интересная традиция называть дороги, соединяющие города в честь того города, к которому они ведут. Часы работы магазинов в Европе могут быть немного запутанными, а иногда даже раздражающими. Вы, вероятно, слышали о сиесте в Испании. Некоторые страны Средиземноморья имеют подобные обычаи. Это время, когда магазины и предприятия делают перерыв после обеда. Небольшие заведения в европейских городах могут закрываться на обеденный перерыв или меньше работать по выходным. Некоторые из них могут вообще не работать в определенные дни. Лучше всего заранее узнавать расписание магазинов, если планируете делать покупки. Их часы работы могут сильно повлиять на ваши планы и на то, насколько легко вы сможете приобрести нужные вам товары. Хотя американцы склонны больше улыбаться даже незнакомым людям, это может показаться несколько необычным людям из других стран. Однако на это есть своя причина. Видите ли, на протяжении многих лет США стали таким плавильным котлом, куда приезжали люди со всего мира. Быть дружелюбным и обходительным стало крайне важно, чтобы преодолеть разрыв, созданный разными культурами и языками. Иногда полезнее быть милым, чем честным. В Европе некоторые предпочтения телезрителей могут вас удивить. Возьмем, к примеру, Норвегию, где вы найдете классную концепцию под названием «медленное телевидение». Знаете, как мы иногда часами сидим перед передачей? Норвежцы превратили это в национальный вид спорта. Считайте это визуальным эквивалентом фоновой музыки. Никто из нас не прилипает к экрану, наблюдая за многочасовым марафоном по выжиганию по дереву или вязанию, но вы, возможно, захотите посмотреть его, когда вам понадобится фоновое развлечение, не требующее от вас полного внимания. Кстати, насчет неторопливости. Вы, возможно, слышали о концепции под названием «хюгге». Особенном образе жизни в странах Северной Европы. Некоторые думают, что эти жизненные принципы могут быть секретом счастья. Речь идет о создании жизни, свободной от раздражающих или подавляющих факторов, а также о расставленных приоритетах в отношениях и стремлении всегда иметь позитивный настрой.